Первый весенний месяц принес с собой новшество для владельцев пасек. С 1 марта действует приказ Минсельхоза России, в котором прописаны новые правила для ветеринарно-санитарной экспертизы для продажи пчеловодческой продукции. И это не только мед, а еще перга и маточное пчелиное молочко. Теперь, чтобы продать вышеперечисленное на той же ярмарке, владельцы пасек сначала должны проходить обязательную экспертизу. Отбор проб должен производить только сотрудник госветслужбы. Продукцию же будут проверять по новым показателям. Необходимо отметить, что, во-первых, правила были разработаны в соответствии с требованиями технических регламентов таможенного союза. В первую очередь, это технические регламенты о качестве безопасности продукции. Значит, вот именно во исполнении этих требований появились новые требования к таким показателям меда, как токсичные элементы, пестициды. Есть еще и ряд других обязательных исследований, начиная от внешнего вида, заканчивая массовой долей сахарозы. Они проводились ранее и платил за эти процедуры сам владелец пасеки. Впрочем, и продолжит платить. Вот только перечень этих исследований, рассказывают пчеловоды, пополнили. Сегодня наша нормативная база говорит о том, что у нас гос на монофлёрные меда, там не так много медов. То есть гречичный, подсолнечниковый, каштан, там липа, да, там еще пару медов, там акация. Всего остального перечня там нету. Так вопрос, зачем пчеловоду, если он продает мед цветочный, делать пыльцевой анализ? Какая необходимость? Я согласен, и здесь как раз пчеловод определяет. Если он хочет продавать его как мед гречичный, тогда он заявляет пыльцевой анализ. А если он не хочет, то зачем он будет его делать? Почему ему навязывают это и обязуют в жестком порядке? Заметно увеличился и список ветеринарных и лекарственных средств, на которые исследуют продукцию. Как уверяют пчеловоды, затраты на такую проверку по сравнению с прошлыми годами возрастут в разы. И добавляют, что это, если не диверсия бизнеса. С нынешними поправками эта сумма, она поднялась фактически даже не вдвое, а на порядок. И, соответственно, вот сейчас, чтобы мне все образцы сдать и полноценно выйти на рынок, ну мне вот лично это в пределах там 250 тысяч нужно будет. В Краевом управлении ветеринарии эту ситуацию называют преждевременной паникой. Разъяснительная работа с пчеловодами уже велась. И проверять на препараты с разрешения департамента ветеринарии будут не по полному списку, а выборочно. Еще один важный документ, который предписывает нам правила, это информация от производителя о применении ветеринарных лекарственных препаратов. То есть в этой информации владелец меда должен указать, какие лекарственные препараты он использовал. Если применял те или иные лекарственные препараты на то и исследуем мед. Но сами представители медового бизнеса говорят, что в этом и есть подвох. Существующего документа о порядке выборочных исследований не было. А значит, на практике ветеринарам никто не запретит проверять мед, что называется, по полной. Если кто-то будет заставлять, чтобы пчеловоды проходили, я, пользуясь случаем, через вас обращаюсь к пчеловодам, сигнализируйте, мы будем привлекать прокуратуру. Это давление на бизнес в этом числе. Это получается, по сути говоря, вымогательство этих денег за этот анализ, если там это не применялось. К слову, в документе был еще один непонятный момент. В частности, пробы для экспертизы. И, как это поняли пчеловоды, доставить пробы в лабораторию нужно за три часа. Но как это сделать, если пасека находится, например, в тайге? Но и тут в краевой ветеринарии заверили, что три часа – это время для выполнения исследований в лаборатории. А на проверку меда на токсичные вещества и пестициды и вовсе дается до 10 дней. И, как подчеркнули в управлении, новые правила только упростят жизнь пчеловодам. Мария Мацаева, Нарашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.